Цветы различных оттенков от бледно-голубого до тёмно-синего, птицы и необычные орнаменты на белоснежном фоне фарфора отличают кжели от обычной посуды. С конца XVIII века она была украшением стола в богатых и знатных домах. В наше время расписные изделия часто становятся предметом коллекционирования. В дар городскому музею Саровчанка передала более 20 экспонатов, которые собирались на протяжении 40 лет. Уникальность кжельских изделий в том, что каждый предмет создаётся вручную. Визитной карточкой является кжельская роза, она называется Агашка. Есть много версий, почему такое получило название. По одной из них на фабриках работали простые рабочие девушки из крестьянок. Их звали Агафья. Тогда это было очень популярное распространённое имя. Отсюда и произошло название. Промысел зародился в Подмосковье в районе Кжельский куст, который состоит из 27 деревень и сёл. На каждом предмете сервиза стоит клеймо, по которому можно определить, где и когда было создано изделие. С 2017 года на кжельской земле было более 200 самых различных небольших предприятий по производстве керамики. Во времена Советского Союза они были объединены в большие предприятия и заводы. Назову некоторые из них. Это объединение кжель, это Речицкий фарфоровый завод, Шевиковский фарфоровый завод. Как раз именно этих заводов у нас и представлена кжельская продукция. Когда саровчане смогут увидеть коллекцию кжели вживую, пока неизвестно. Она будет храниться в фондах, пока не сформируется единая экспозиция, над которой работают сотрудники. О появлении сервиза в выставочном зале можно будет узнать на официальном сайте городского музея или в группе ВКонтакте. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.